Птицы возвращаются в родные края. Все подержали, всей семьей делали скворечник, помогали друг дружке. И вот у нас получилось такое замечательное творение. Могал папе это держать и из шуруповерта закручивали бултики. Доску так пилил, пилил, чтобы еще короче. Там была такая длинная, длинная. Мама мне предлагала идеи, и я ей говорю, может мы это сделаем. Потом мама сказала, что давай мы это выжгем, и я ей принес выжигательный аппарат. Она очень аккуратно делала, я следил. У нас все делал дедушка, а мы ему только помогали нарисовать скворечник, а он уже сделал по нашим эскизам. Такой фестиваль проходит уже во второй раз. Желающих обрести пернатым свою жилплощадь с каждым годом становится все больше, как-никак это хорошая возможность помочь животным, а заодно и интересно провести время с семьей, поиграть в квест-игру. Явная цель это помочь паркам в благоустройстве, помочь скворцам в том, чтобы найти свой новый дом. Но самая важная и неявная цель это какую-то привить семейную традицию в наших семьях, чтобы и родители с детьми что-то сделали вместе, и провели время вместе, чтобы это было еще и полезно, чтобы это было еще интересно. Во время того, как папа мастерит скворечник, мама может еще рассказать ребенку о том, что кто такой скворец, что он перелетная птица, и вообще какие птицы в Беларуси бывают. Чтобы птенцам было комфортно, готовый скворечник устанавливается с легким наклоном вперед. Внутренние стенки жилища должны иметь шершавую поверхность. Раз в год рекомендуется очищать и обрабатывать его кипятком. И что важно, домик птиц лучше всего привязывать веревкой или тесьмой, чтобы не поранить дерево. О том, как свить уютное гнездышко для пернатых, рассказывали Виктория Ходосок и Илья Максимов. Утро. Студия Хорошего настроения.